Казахстанские фермеры просят выделить средства для льготного лизинга. В прошлом году по одной из программ предпринимателям удалось закупить больше тысячи единиц техники. В этом году сделать этого не получится. Финансирование сократили с 40 до чуть больше полутора миллиарда тенге. Между тем изношенность сельхозтехники в стране составляет порядка 80%. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Обновить свою сельхозтехнику фермер Серик Султанов мечтает много лет. Вот только возможности нет. Условия кредитования для него неподъемные. Обрабатывать поля приходится на тракторе, которому уже 27 лет. Новый стоит 12-14 миллионов. 30% от его стоимости – первоначальный взнос. 30% надо оплатить. Ну где такую сумму брать-то? 12 миллионов, еще к этому какой-то процент идут. 23%. По словам представителей Ассоциации фермеров, казахстанским предпринимателям нужен льготный лизинг. И он есть. Технику дают под 6% годовых. Первый год заемщикам выдают кредитный отпуск. Вот только, говорят в Ассоциации, если в прошлом году по этой программе для покупки сельхозтехники выделили 40 миллиардов, 30 из средств утильсбора, остальное от оператора программы, то в этом в разы меньше – чуть больше полутора миллиарда тенге. Ежегодно обновляется только 3-4%. Хотя по нормативу необходимо обновлять 10-12%. Обновление техники – это значит, можно своевременно посеять по всем технологиям, на заданную глубину, внести удобрение. От техники зависит очень много. Если в прошлом году крестьяне смогли купить чуть больше тысячи единиц техники, то в этом году всего пару десятков. А между тем, изношенность сельхозмашин в Казахстане составляет порядка 80%. В Министерстве сельского хозяйства говорят, они неоднократно обращались в правительство о выделении средств на лизинг для приобретения тракторов и комбайнов. Сейчас совместно с Казахстаном прорабатывается выделение бюджетного кредита в размере 30 миллиардов тенге. Эта работа совместно с Байтреком ведется, формируются необходимые документы. В Министерстве надеются, что средства выделят в ближайшие несколько месяцев. Ведь от того, на какой технике фермеры обрабатывают поля, зависит качество и количество урожая.